Доброе утро, друзья! Где же нам быть? Как мне рядом с работой? Я сегодня сейчас пойду с утра на дом к бабушке, которая постоянно моей клиентке. Она все еще боится выходить на улицу. Но разные люди есть. Поэтому я сейчас ее с утра уложу, а потом вернусь опять на работу. Она рядом живет. Буквально вот там за углом. Так что рабочие будни у нас начинаются. Я уже дома. И где же я нахожусь? Правильно, на кухне. Ну, а где можно находиться в обеденное время? В общем, я вчера соус вот этот из мяса процедила. И получился у меня такой вот пурофрута. Это, то есть, чистые чистые фрукты. Но это не фрукты. Смотрите, он желеобразный. Выливаем. Ой, выливаем его. Видите, холодец какой классный. Уже топится. Ой, какой шикарный вид, да? И добавлю туда горошек. И будет готовиться до готовности горошка. Немного вина добавлю. А на гарнир будет вот такой вот пакетик чего-то. В общем, здесь булгур с чем-то. С чем? Разные зляки там. Совсем зляки разные. Ничего не написано, но что-то там есть. В общем, сейчас поставлю варить. А, рис. Это рис ин... А, господи, для дураков же написано. Рис этот... Хороший рис, короче, с булгуром. Ну, дурак. Только он вот такой дробленый, видите? В общем, сейчас ставлю. Ой, бляха, муха. Из рукой валивается все. И варить будем. О, закипает уже. Немного венца белого бабахну. Так. Сейчас так пойдет резкий запах брашки. Но он весь туда уйдет. На крышу дома моего. На крышу дома моего. Если будет жидкий, добавим немного либо муки, либо крахмала. Кукурузного. О, запах какой пошел. Можно подышать вот так вот. О, и все. И мы это самое... Того. Но лучше так не делать. Я тут уже себе салат сделала. Конечно, выглядит он не очень. Но он очень вкусный. Из запеченных овощей добавила пол яйца, соевый соус, оливковое масло. Мясо накрошила. Два мне, один чарли. Смотрите, какой у меня хлеб вчера получился. Хотите рецепт? Пишите в комментариях, если хотите рецепт. А соус все еще выпаривается. Немножко еще осталось и все. Добавлю немного, наверное, крахмала, чтобы он загустел. Вот, добавила немного крахмала и смотрите, совсем уже по-другому заиграла. Музыка нас связала, соус наш заиграл. Все. Теперь мы поливаем этим соусом наше мясо. Так, замолчи. И можно даже на наш булгур с рисом тоже. Какая-то вкуснятина. Всем приятного аппетита. И бутылочка пива вишневого. Боже, оно такое вкусное. Это просто трындец. Пивом там даже и не пахнет. Пропылесосила немного. Дала покушать чуть-чуть. Вчера постирала. Забыла, как всегда, о том, что я постирала белье. То есть, не сняла. Сейчас белье буквально за полчаса сохнет. Мне не нравится, когда оно пересыхает. Ну, забыла. Вот. А еще, ну, судя по комментариям к моему видео, многие, наверное, уже поняли, что у меня сегодня день рождения. Умывается, умывается, как кот. Да, но день рождения это, наверное, мой самый-пресамый нелюбимый праздник, если его можно так считать. Вот правда, не люблю свой день рождения. Вообще, я не помню те времена, хоть когда-нибудь, когда мне нравился мне этот день рождения. Вот. А потом еще появились и причины. В общем, и поняла, что день рождения это не праздник. Не потому, что там мне уже столько лет, мне, кстати, 39 лет исполняется, по-моему. Вот. И не потому, что там, я не знаю, старею. Это вообще бред. Я вообще не понимаю людей, которые скрывают свой возраст. Я не... Свой возраст там... Ну, я ничего... Вес, не знаю, некоторые скрывают. Все и так понятно. Все, как говорится, у нас на лице. Поэтому убирать что-то там, какие-то возрасты или его скрывать не вижу смысла. Поэтому свой день рождения не люблю не поэтому. Причина от того, что в этот праздник как-то пошло с детства, наверное, или еще что-то, что я понимала, что этот праздник какой-то семейный. А на моем празднике не хватало многих людей. А сейчас вообще тех, кого бы я хотела видеть, их вообще невозможно как бы увидеть. Таких вот самых близких, самых дорогих. Поэтому как он может быть этот праздник любимым. Не понимаю. А вот. К тому же причина тоже у меня от того, что я не люблю, когда меня поздравляют, когда мне говорят, какая ты красивая, как ты красиво одета, ля-ля-ля, тополя. Терпеть ненавижу. Вот. Поэтому вот сколько я веду свой канал, 4 года что ли, или фиг его знает. На моем канале нет праздника, как я отмечаю свой день рождения, потому что я его не отмечаю. Отмечала пару раз, знаете, в Испании, но только ради того, что, потому что, знаете, как бы все друзья меня приглашают к себе, и вот надо их тоже пригласить к себе на день рождения. Только вот из-за этого. Вот. А не потому что там мне особо очень сильно хотелось отметить свой день рождения. Мне его никогда не хотелось отметить. Я поудаляла все свои дни рождения во всех социальных сетях. Я так думала. Но они все равно где-то просачиваются, потому что у нас столько этих всякой информации о нас. Поэтому даже я смеюсь, когда хотят, типа, вот, нас хотят чипировать, нам хотят чипы внедрить. Мне смешно, если честно. Мне меня чипировать не надо. Обо мне все знают. Вон в интернет залезьте и вы узнаете даже, когда я в туалет хожу. Это у меня муж тоже отключил. Это такое ответвление. Муж что-то начал говорить. А, что приложение такое с этим вирусом будут внедрять или что там изобрели. В общем, и если ты идешь, ты болеешь, тебе, в общем, сообщают, что рядом с тобой был заболевший, будь осторожна. Он такой, вот, все хотят, типа, знать, куда я хожу, где я хожу и с кем я хожу. Я говорю, ты что, у тебя нет фейсбука, есть, у тебя есть гугл, мапс, у тебя, говорю, люди и так знают, где ты, с кем ты и что ты делаешь. Поэтому не нужно это приложение, а если оно для здоровья, почему бы и нет. Это я к теме, что про чипирование. Мы и так уже все давным-давно чипированы, а у нас и так дофига информации. У нас паспорта, загранпаспорта, глазные, у нас эти вот карточки, по которым мы живем, с пальчиком. Поэтому не надо нам никакие чипы, а у нас и так информации достаточно, да и кому мы нужны. В общем, да, спасибо вам всем, тем, кто меня поздравил. Но я говорю, что этот праздник для меня обычный день, даже нет, не обычный. Я его просто не хочу. Я не хочу этот праздник, я не хочу, чтобы меня поздравляли. Я его просто не люблю. Это опять обычный день для меня. Это переход, как бы, знаете, было 38, стало 39. Это как вот было 3 часа, стало 4 часа. Все. Вот для меня такое вот значение. Не люблю я свой день рождения. Не люблю. И никогда не буду, наверное, любить, потому что, ну, если я его в детстве не любила, то уж в старости-то я его 100% не буду любить. Вот. Но все равно говорю вам спасибо за поздравления. Вот. Что потратили время, написали комментарии. Я не знаю, может быть, из вас кто-то есть такой же, как и я. Вот. И со странностями. Я девушка со странностями. Вообще, я, знаете, я близнецы, поэтому, как говорится, двухличная. Это правда. Настроение у меня меняется вот так. Пум. Я могу смеяться, через полчаса я пойду поплачу. Какие полчаса? Через 5 минут я пойду поплачу сама с собой. И все. И мне замечательно и хорошо. Вот. Так что, вот в этом, да, плане. Никаким гороскопом я не верю. Никаким предсказаниям я не верю. Я реалист. Вот что есть, то есть. Вот так вот. Пошла я дальше пылесосить и тазик разбирать свой. И, наверное, сделаю чай. У меня же там макарон есть. Вкусные-вкусные. Печенюшки. Кстати, не узнала, почем сегодня черешня. Также 15 евро килограмм. Или, может быть, уже подешевела. Но сегодня я об этом и не узнаю. Мы вечером собираемся с подружкой пойти на море. Вот. Пешкарусом прогуляться. И вот так вот проходит наш день обычный. Я даже, знаете, мужу не напомнила, что у меня сегодня день рождения. И не буду напоминать, потому что это нехорошее. Не люблю этот праздник. Ой, и батарейка садится. В общем, да. Пошла батарейку заряжать до пылесоса. Что-то сегодня как-то жарко, знаете, несмотря на то, что ветерок дует. Вот. И все такое. Ну, как-то прям жарко. Я аж прям вся вшпатела. В общем, лежал я, лежала. Думал, думал. Читала комментарии. Ну, и начитала. Та-дам! Испекла чизкейк. Чизкейк. На испанский лад. Это испанский рецепт. В общем, как только я его опробую, я вам обязательно сообщу рецепт. Но мне кажется, он офигенный, потому что так пахнет. И супер-супер, супер-калорийный. Ну, я думаю, что кусочек в день-то ого-го, как можно. Ну, или, например, на завтрак. Как говорится, пинта вот такая. То есть, выглядит обалденно. Он должен остывать 4 часа. Ой, как он пахнет! Ну, это все на завтра. На завтра, конечно. Вот. Жарко, жарко. Надеюсь, что на следующей неделе будет тоже хорошая погода. И, может быть, даже схожу на пляж, съезжу. Позагорать. И... Сегодня вообще пойдем на море, на пляж, и попробую водичку. Ножками так-так-так-так-так. Как она там? Теплая, не то теплая. Да, Чучи? Соловей мой, соловей. Хлюша, вот я 3 раза в день вот каждый раз, как выхожу на балкон, и вот пылесошу. У меня, кстати, начала пылесосить, пылесос сел, батарейка. Ой, что? О, нормально. Я думала, лялые, но нет, нормальные. В общем, вот такие вот у нас дела. Что-то время сегодня так тянется длинно-длинно, правда. Как-то нудно для сумбы. Кстати, сумба у нас сегодня последний день, представляете? Потому что девчонки вчера, вчера в понедельник сказали, что они больше не будут давать классы онлайн, потому что очень жарко, а у них дома, ну, откуда нам вещают. Эту сумбу нет, кондиционера, и, в общем, я их понимаю прекрасно, я-то под этим занимаюсь, под, ну, вот этим вот, даже с вертолетом. А они нет. И, в общем, да, жарко. А я-то уже, знаете, обрадовалась, думала, спортзал откроет, хрен на ней. Ну да, в принципе, по логике, как его откроют, никак не откроют. Ну, я там уже себе нашла, смотрите, кстати, как у меня, вот это вот, браслетик, это от Матрены. Видите, как рука загорела? Вот где, я даже не думала, что я как-то загорела, или что-то, ой, а что-то, где-то шоу, ларда, что-ли-то, что-ли-то они. А, не, мука. Ой, блин, все в муке, трындец. Там муки-то нужно 40 грамм. В общем, да. Не, никого нету. Последний день суммы. В общем, нашла в интернете кое-какую сумму, но мне вот нравятся наши все-таки. Ну, ладно, что поделать. Но, упражняться надо все равно, потому что сладкое я люблю, а от сладкого растет попа. А чтобы она не росла, нужно все это сжигать. Поэтому что-то надо будет думать. Мне тут жарко. Не жарко, кстати, я пересадила вот этот цветок, который у меня. Ну, вроде корни нормальные, вот такой горшок поменьше, потому что вот такой здоровый горшок, но вот это вот недоразумение как-то было слишком. Да. Ладно, вот все, вам новости рассказала. Занимаюсь, да, вот тут, потому что мужа-то дома нет. Лафа. Я уже говорила, люблю побыть одна. И вообще люблю убираться одна. Я помню, знаете, в детстве, когда убиралась, ну, я с 10 лет, наверное, убиралась в доме сама. Вот. И не любила, когда кто-то в доме, особенно дедушка, там сидел и говорил, а, только середину помыла, надо в углах более чистить. А еще под кроватью лазили. И вот даже в детстве я не любила, чтобы надо мной какой-то надзор был. И здесь тоже сейчас, если он придет домой, муж, то я пойду на крышу, там заниматься буду. Хотя там такая жарища. Сегодня жарко, очень душно. Ладно, я пока вот на тазик смотрю, с бельем. Сейчас разложу все это, а то так и будет стоять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тоже самое, наверное, да, за 20? Ну, там она, как кошки. Ну, и делают все, что хочешь, и туда, и туда. Женщины с сумбы. Что, фоткаться-то будем? Да. Чарли, тебя снесет нахрен. Нас, короче, тут чуть не это, не затопило, представляете? Кстати, вода очень классная. Вообще. Чарли там с подружкой. Класс, вода классная. Вообще шикарная. Ой, твою, я бы залезла. Обычно всегда ледяная. Шторм, видите, какой. Класс. Встретила сейчас свою тренершу. Вот, она прям такая, ой, привет. Я говорю, я это, говорю, не пропустила ни один урок. Она такая, да, я говорю, знаю, я видела, что ты там это, с нами занималась. Ну, ладно, она сказала в июне, в июне, в июне, в июне. В общем, не помню, когда в середине июня, по-моему, они могут, может открыться. Слушай, а вода классная. И знаешь, когда ноги вот так запихиваешь, там тепло. Вот так. Чарли весь намочился. я, короче, вот такая волна на нас надвигалась. Мы фотки делали. И представляете, я бегу, Чарли под ногами, гавкает, радуется. А я как дурак куда-то бегу, бегу, смотрите, смотрите. Вот это точно надо убегать. Вот это надо убегать. А мне все пофиг. А мне все пофиг. Класс. Я обожаю в волнах купаться. Блин, какая вода классная. Ну ничего, осталось еще немножко, еще чуть-чуть. А, это же Леванты. После Леванты всегда вода теплая. Еще немножко, и мы будем купаться. Ребята, смотрите, какая классная. Ольга там скучает, скажет, вот пришла с этой блогершей. Да, как же вода классная, суперская. Пойду ноги помою, там он душит. Иду, и знаете, там сзади бар. Так смешно. У нас сейчас можно на 30 процентов или на 50 в общем, открываться баром и рестораном. Вот, террасы. Так я смотрю на этот ресторан. Он не на 30 или 50 процентов открылся, он на 200 процентов открылся. Потому что у него раньше на террасе было, ну может быть, столиков 3, 4, 5, а сейчас у него столиков 20, может быть, даже все 30. Ой, представляете? И все заняты, все сидят, пьют, выпивают, едят тапы. Вот так вот. Не, ну на расстоянии, все столы на расстоянии, 2 метра, друг от друга. Ну, пускай хоть так заработает. Ну все, друзья, нагулялась. Еще он опять все это выключил. Искупалась. На маске уже сил нет. Так что пойду монтировать и отдыхать. Время уже довольно-таки поздно. И ложиться спать. Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. И всем пока-пока, маме. Тэд.